На пороге едва поваячили и ушли. За солдатом солдат, до свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Значение Сталинградской битвы очень велико для страны. В этом году исполняется 75 лет с момента, когда советские войска переломили ход военных действий. 75 лет битвы под Сталинградом. Действительно, это решающее событие. И самое страшное слово для фашизма – это Сталинград. Я хочу вам пожелать, чтобы никогда у вас не было войны. Но всегда мы должны быть с вами, ребята, стремиться к победителям. Мы, русский народ, победители. Поэтому еще раз хочу всех поздравить с праздником Победы. С июля по ноябрь 1943 года Красной Армии удалось заставить немцев увязнуть в оборонительных боях, а с ноября по январь окружить группировку немецких войск в результате операции «Уран» отбить деблокирующий немецкий удар и сжать кольцо вокруг Сталинграда. Советские войска остро нуждались в противотанковых орудиях и зенитной артиллерии. Также не хватало боеприпасов. В некоторых соединениях их просто не было. Солдаты добывали необходимое, как могли. В основном забирали у убитых товарищей. Когда устанавливали этот памятник на Мамаевом кургане, поднимали землю, вытаскивали эти косточки погибших, которые остались в земле и не были обнаружены в свое время. Так вот эти косточки собирали Петр и определили, что на одного человека вот этих косточек одно утро – это один человек. Но вы представляете, сколько же было погибших? Какой ценой досталось это время Победы? Эстафета «Салют Победе» продолжает свое шествие по поселениям Одинцовского района. На этот раз Голицына передала символ акции в большие веземы. Точную копию знамени Победы, стальной нагрудник, который использовался бойцами, и, конечно, капсулу со священной землей с Мамаева кургана, пропитанную кровью защитников Волжской Твердыни. Я хочу от имени Александра Николаевича Дудорова еще раз поздравить всех присутствующих, и особенно ветеранов, с нашим замечательным праздником – Днем Победы. Пожелать им здоровья, долголетия, благополучия им и их семьям, радости от общения с близкими, с нашим замечательным подрастающим поколением. Еще раз поблагодарить их за то, что они сегодня с нами, что они находят в себе силы, мудрость и терпение принимать участие в наших праздниках, воспитывать нашу молодежь на своем личном примере. Торжественная часть мероприятия завершилась данью памяти всем тем, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой. Подвиги героев будут помнить вечно. Рейса Киян, Артем Илманосов, телекомпания «Одинцова».